всем привет сегодня у нас 7 августа 2020 года украина город кременчуг вот хотел показать сорт очень крупной сливы дипоидной барбан гигант в этом году я делал видео показывал нормировку мне отписывались говорили ну зачем оставлять там так мало потому что ничего не будет эта прививка была веткой в крону сливы я сейчас покажу вот так вот снизу вот эта ветка вот там была привита это нормировал гляньте сколько их они стали большие они были мелкие вроде казалось что их очень мало и вот на ветке сколько блин висит реально висит очень но их на оба еще нормировать я правильно говорил не по три штуки оставлять а по одной потому что есть вот плод вообще маленький вот размер можно видеть какой барбан гиганта может быть без нормировки и плоды очень крупные висят сейчас сорвем вот какой размер барбан гиганта вот он только-только начинает размягчаться поспевать то есть я вот разрезал мякоть это еще зеленовато вот так вот выглядит вот уже выглядит более спелая вот для сравнения вот этот вот этот именно плод будет не такой вкусный как с красной мякотью с красной мякотью уже полностью выспел вот такой от сорт крупный я покажу у меня у отца еще висят плоды тоже прививка есть в дереве у знакомого тоже в саду сорт отрастет сорт сам кстати низкорослый он его прирост вообще слабый вот такой вот у меня пару веточек такого прироста то есть вообще нету то есть его на насильно рослый подвой сажать это в щепнута прививка в сливу надо его на дикую аучу тогда я думаю размер будет еще крупнее и сам рост дерева должен увеличиться потому что вообще не растет так я на рву положу на веса продегустируем вкус прежде чем будем дегустируем вкус я хочу ему дать дня три-четыре чтобы он полежал на дозаривание и потом попробовать вот как ацарк премьер я всегда делаю хочу этот сорт попробовать так же самое потому что он еще от плотно он еще зеленоватый так ну что будем ждать три-четыре дня и потом уже посмотрим положено веса и попробуем на вкус так сегодня у нас 13 августа 2020 года прошло получается я снимал их на дозаривание 7 августа прошло шесть дней так давайте посмотрим какой вес я вам покажу я пробовал плоды какие они стали сочные 157 да если его нагрузить меньше будут плоды до 200 грамм 164 потому что у меня ветка приколированная к дереву вся была залеплена и все равно плоды вот такого веса 138 139 146 158 ну в целом вот такой крупный очень крупный сорт 159 142 в среднем 150 где-то наверно или 140 в среднем крупные самые 160 с лишним грамм так давайте сейчас разрежем посмотрим по соку не класс громадный плод если его натереть постереть пуры на налет он черного цвета вообще такой нет гляньте такой он все 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 в соку как будто накачали соком и в дворах можно вот этот вкус не сочные но это И так же само я срываю груша, любимица клапа. По уши с дерева она невкусная, мякоть у нее невкусная. Когда падает, она каша, а именно когда полежит недельку. Ну сейчас покажу. Вот я режу, сколько сока будет бежать. Вот оно. Я его не давлю, ничего, он сам бежит. Он становится очень сочный. Гляньте, сколько сока с него. То есть это полностью высыпившие плоды. Я даю гарантию, что именно этот плод с наивысшими вкусовыми качествами. Ну именно после дозаривания. С дерева такого вкуса вы не попробуете. И так же самое, если плод упадет на землю, вы такого вкуса не попробуете. Реально нужно, чтобы он хотя бы недельку полежал в темных местах. То есть подвал, летняя кухня, без разницы. Так, ну что, давайте сейчас посмотрим по соку. Гляньте. Можно руки мыть, что с крана. Блядь, весы залил, но ничего. Специально для вас показываю, сколько может быть сока. Если вы сорвете с дерева плод, сока столько не будет. Вот реально, это один вот я разрезал, раз, два. И второй вот я. Тоже сейчас покажу, сколько сока. Гляньте. Ручьем. Это же касается и сорта Оцарк Премьер. Он с дерева тоже не сочный. А когда полежит при дозаривании, становится вот такой вот. Он просто течет как с крана. Ну что, давайте сейчас попробуем вкус. Очень вкусный. Очень вкусный. Шкурка у данного сорта как целлофан. Ну, я ее хавать не буду. То есть, она несъедобная. То есть, она выкидывается. Кушается только мякоть. Сейчас пробуем этот. Слива шикарная. То есть, кому не понравился по вкусу, не выкидывайте. Подождите. Сделайте вот, как я, дозаривание 6-7 дней. И вы получите отменный вкус и очень сочные плоды. То есть, для перевозки они, понятное дело, не годятся. А именно для своего, для собственного потребления, то есть, для семьи это просто шикарно. Гляньте. Очень вкусная. Мякоть вот так тает. Просто в рот залетаю туда и не чувствуешь. Сладкая. Шкурка с кислинкой. Ароматная. И очень-очень сочная. Очень сочная. Просто все течет на все. Весы нафиг залил. Короче говоря, сейчас. И у спелых плодов косточка вот так вот отделяется. У зеленоватых плодов она не отделяется. То есть, у всех, в принципе, сортов. И у то-часа, но у многих сортов, когда при полном поспевании, косточка, в принципе, отделяется от мякоть. У зеленых нет. Вот такой вот сорт. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Экспериментируйте и делайте, как я. Я думаю, что у вас все получится. И вы оцените по истине этот реально достойный, вкусный, крупный сорт. Но его нужно правильно снять. Вот такие рекомендации лично с моего опыта. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.